и потом они вас арестовали этот раз нет меня арестовали в марте 15-го года где моркови сначала забрали почему ну потом не сказали сына забрали для того чтобы иметь возможность меня его очень сильно избили его били несколько часов кряду он терял сознание его забрали в 7 часов вечера а ко мне пришли в 9 но я звонила сыну раз в 7 часов вечера я позвонила ему мы с ним разговаривали потом в какой-то момент разговор прервался и в трубке в телефоне только возня поскольку в харькове очень многих тогда арестовывали задерживали очень много это сколько ну по численности я вам не могу сказать но скажем так каждому квартирном доме было по нескольку человек которых арестовали задержали по политическим мотивам то есть ну вот у нас дом трехподъездный так и у нас в доме было два человека на тот момент я кого задержали по политическим мотивам значительно ты сочи в городе это очень большую городку это много я вам скажу так понимаете вот перескочу немножечко на одном из допросов не стали говорить о том что измена родине это жуткое преступление ты совершила самое страшное то есть я вот самое страшное преступление которое только предусмотрено уголовным кодексом и тогда спонтанно но и сейчас я буду миллион раз повторять эту фразу мой ответ когда у родины столько изменников изменников ну не в прямом смысле слова то может быть не с людьми не так что-то а с родиной может быть что-то с родиной случилось что есть массово стали изменять зеленский увольняют баканова он увольняет главный прокурора венедиктов да почему формулировка потому что их ведомство очень много изменников люди послушайте ну это же уже даже я не знаю капнут в уме не укладывается во всех ведомствах даже в провластных даже в про президентских ведомствах сплошные изменники родины ну что ж такое то но не может же такого быть но кругом одни изменники все изменяем может что-то проблема действительно в родине может там что-то не так что люди не соглашаются с тем что происходит а может быть так вот а с любыми согласным расправа только через тюрьму я еще раз говорю я не брала в руки оружие я не призывала никого воевать я для меня было дико то что происходит и я плакала вместе с теми кто извините я хотел понимать они вас арестовали но сколько людей бери не видели лицу и как это ведь потом допрос кто-то будет а мне в квартиру ворвалась 14 автоматчиков 14 я жила на девятом этаже они выломали дверь я слышала что ломают дверь я кричала подождите я открою девятый этаж я не могу никуда убежать я не могу спрыгнуть с балкона чтобы убежать или как-то еще понимаете вот но тем не менее дверь была выломана 14 человек в балаклавах 5 человек следователи но я потом уже узнала что не следователи они были с открытыми лицами были еще какие-то люди гражданские это как мне потом сказали это понятые вот то есть общее количество людей там доходило до 20 или даже более того там до 25 они распрелись все сразу по разным комнатам кто куда я не сказали что я обвиняюсь в измене родины по делу вместе с какими-то еще людьми я фамилии даже не запомнила потому что я просто не знала этих людей я впоследствии не могла понять кто они эти люди почему я вместе с ними изменяла родине они поодиночке ли как это что это за бред мы по поводу адвоката я попросила сказала что я хочу чтобы присутствовал или какой-то адвокат я понятия не имела что он должен быть это познание из фильма потому что в кино всегда показывали что должен быть адвокат или хотя бы каких-то журналистов чтобы пригласили чтобы кто-то заснял то что происходит ходили спросили да но мне ответили что измена родине это секретная статья поэтому я не имею право на адвоката и нельзя показывать меня журналистам и нельзя и тогда потом то что они ходили по всем квартиру комнатам всему то есть контролировать кто где что делает я не могла предполагалось что проводят обыск но они ничего не искали я так думаю я позже как бы и поняла почему мой телефон прослушивали пять с половиной месяцев и конечно слышали и мои возмущения по поводу того что происходит и больше у меня не просто мнение о моих комментариях каким-то событиям и поэтому я думаю из моих разговоров понимали что найти у меня дома ну просто нечего но какой-то момент меня попросили выйти в коридор обыск заключался в том что разбрасывали вещи из шкафа составу все это что-то ломали не знаю что там пытались ну изображали видимость это была деятельности какой-то не попросили выйти в коридор там была обувная полка на ней стояла обувь и стояли сапожки моей внучки это был февраль месяц сапожки на натуральном меху это важно скажу почему не спросили что лежит в сапоге я была удивлена там действительно что-то было одно в тот момент я решила что кто-то обувную щетку завернул в пакетик и положил туда потому что он больше на обувной полке что-то найти в обуви не еще думаю надо будет их наказать того кто-то сделал я думала это сайт я достала мне сказали развернуть я развернула там оказалось гранат они добавили и чудом я потом сказала говорю неужели вы думаете что если бы я знала что у меня в доме есть граната вы бы сюда зашли вот честное слово порыве я бы ее в вас швырнула но ответ меня поразил на тот момент мне сказали не получилось то я говорю почему потому что она новая гранат бывших употреблений мне видеть не доводилось я тоже была пыль ну вот почему-то там что-то ее надо было сначала разобрать потом собрать и не знаю как это делается не доводилось но вот новые гранаты оказывается убить никого не вся вот меня спросили где я взяла гранату сразу появился кинооператор ты как камера у него была большая на плече прямо вот такая вот и эти понятые подошли я сказала ну наверное это была уже первая малюсенькая победа мои над ними я сказала что я гранату купила и положила в сапог в детский специально потому что сапоги на натуральном меху чтобы мех не ела моль моль залетит увидит гранату испугается и улетит камеру в этот момент выключили и они поняли что да я несу чушь сначала они сами были удивлены когда я сказала что гранату купила потому что ну я ее до того я ее в руки не брала я как бы понимаете ну что можно было ответить людям которые ну как я могу сказать и это не моя я забыть спасет женщины бери или только у мужчины только мужчины даже это не нормальный ну так нормально вот там вообще ничего конечно ночью не увезли вас был первый допрос длился 37 часов семь часов 37 37 часов концу этого срока я просто вот уснула там стулья на стуле я уже не могла по-моему и разговаривать и не могли спать мне не давали спать со мной все время разговаривали какие-то люди приходили другие уходили иногда одновременно задавали по несколько вопросов причем вопросы совершенно разноплановые то есть предполагалось что я не могу сосредоточиться на чем-то чтобы дать ответ вопросы очень каверзные на которые но однозначно нельзя было ответить да или нет там или потому что это какие-то очень развернутые вопросы то есть для того чтобы дать ответ надо было дать ответ с пояснением с каким-то вот просто сказать да я поехала нельзя было надо было что-то вот какие-то давать очень сложные пояснения которые в свою очередь могли вызвать какие-то вопросы не хотелось мне как бы я не понимала ну полного объема того что мне инкриминируют мне предложили прочитать уголовный кодекс статьи которые по которым меня обвиняют но этот уголовный кодекс мне дали там несколько статей которые мне инкриминировали он был на украинском языке а там понимаете ну скажем так я понимаю абсолютно украинский язык но даже для человека ну скажем не подготовленного на родном языке вот какие-то нюансы возможно упустить это юриспруденция там надо понимать тонкости и вот скажем 110 111 статьи они очень похожи не отличаются вот какими-то буквально нюансами а мне предлагалось это все понять на этом украинском языке я попросила другую книгу дать мне с переводом не отказали то есть ну вот даже понять в полном объеме то что от меня хотят не получат выбери в офисе в подвале как это будет я была в кабинете в конце моего допроса как я уже никакая была в кабинет волокли моего сына понять что ты человек было очень сложно он был избит до такой степени что у него вообще он весь был черный он был чернее этого дивана полностью лицо у него были сломанного кубе руки у него одно и то уже потом выяснилось были сломаны несколько ребер его били бесконечно обливали водой и снова били он терял сознание его снова пили приводили в чувство отдавали отдохнуть и снова били там же вас был находилась секретная тюрьма там находились на тот момент военнопленные я просто меня иногда привозили на допрос и если следователя не было ли он был занят меня там запирали там было несколько камер пять из них находилась очень много людей я их не видела камеры есть такие вот окошечки в них подают еду они так любишь то заключенными называется кормушка вот то с той стороны в щель меня можно было видеть я не видела людей которые находятся там в камере но я с ними со всеми тихонечко тихонечко разговаривали конечно когда проходил охранник или все я закрывала рот ну вот разговор какой-то у нас я спрашивала кто что за что и так далее эти люди не были никак оформлены на них то есть они нигде не числились их еще мы назвали потеряшки то есть это те люди которые вообще никак не были легализованы даже в плане тюрьмы и заключения чего-то конечно в сбу велась какая-то наверно хронология то безусловно на них какие-то дела заводились но эти люди для всего остального мира были потеряны их не поводили на правду не приводили врачи к ним кормить кормили там были ранены я знала что вот в одной камере например был человек который взорвался на растяжке и он очень сильные боли врачи к нему не приходили то есть вот такое их там в камерах было в 1 14 а там по 12 человек последняя камера была маленькая 9 вот иногда туда кого-то привозили еще или наоборот оттуда возили было еще несколько камер они были пустые иногда в этих камерах появлялись люди по одному по два человека они там находились два-три дня и тоже куда-то исчезали их судьбу вообще понять тяжело было я знаю что это сложно но сколько людей бери в этот момент ну около 70 человек вот здесь это пять камер плюс вот те которые до их иногда лишь говорю бывало 68 бывало чуть больше семидесяти ну вот они там кто-то находился очень долго кто-то приехал их куда-то ты в вашем камере сколько людей бери как виспории кровать камере я была в сезон находилась я находилась не вас было у меня в СБУ привозили только на допросы я находилась в харьковском сезон у нас камера была на 15 человек и вот в этой камере ну 8 9 человек постоянно были те люди которые по политическим момента на тот момент харьковское сезон оно было рассчитано максимальной нагрузки на три три с половиной тысячи человек а в пятнадцатом году там находилась до пяти тысяч человек большая часть конечно мужчины женщин немного потому что в камерой мужчине и женщине были нет нет конечно нет корпус отдельный женский был и много корпусов где мужчины очень много мужчин было очень много политзаключенных у них были камеры переполнены очень они даже спали по очереди и без матраса без подушек это было у нас условия конечно очень прискорбные но хотя бы у каждого была своя кровать хорошо и они били всех убит уже они были всех убит уже били да знаете по-разному было мужчин били там конечно я вам скажу вот когда я бывала в этой секретной тюрьме там в подвале на два этажа под землей был спортзал большой спортзал и били чаще всего там почему потому что он под землей и криком не слышно тут на этом этаже где были камеры там была душевая она стены выложены были белой плиткой а вот потолок я не знаю может быть вода эмульсионка или чем-то просто вот белый не плитка не кафель и высота потолков там была ну вот где-то как бы здесь наверное метра три с половиной высоко то вот потолок там стены видимо смывали потолок был в крови и очень часто старые пятна они такие уже рыжие были а вот свежую кровью можно было то есть или так что даже на потолке было это это я фиде они мучили вас тоже и такое и такое было иногда я очень дерзко отвечала иногда отвечала так что их их мои ответы их очень не устраивали и задевали и их самолюбие у них тоже были уязвимые места и я понимала что уже хуже чем то что за мной случилось случиться не может а поэтому иногда знаете давала себе меня однажды меня однажды привезли на допрос восьмого мая я вам расскажу естественно восьмое мая это канун дня победы и на день победы вот там в СИЗО нас выводили гулять в прогулочной дворике это малюсенькие комнатки такие на улице со стенами бетонными но крыша сеткой рапицей закрыта то есть ну небо видно все но мы сговорились тогда потому что там много двориков штука семь восемь я не помню и мы сговорили в каждый дворик отдельную камеру и мы сговорились когда нас выведут мы будем петь песню день победы мы орали мы не пели конечно мы ее просто орали до срыва голоса нас буквально через пять минут увели с прогулки но песню мы успеть да петь успели да кричат вот вы представьте если этим людям даже песня которая нет ничего она им было страшно они и эту песню боялись вот меня привезли восьмого мая на допрос и следователь очень сурово сказал что мы сегодня должны очень напряженные сильно поработать я ему сказал я по праздникам не работаю он немножечко опешил и спросила какой сегодня праздник я сказала кому дня победы и сегодня и завтра день победы и работать на фашиста в эти дни я не буду он говорит а что ты будешь делать я говорю буду отмечать он говорит что уже не знаю можно ли это говорит и пить будешь я говорю да буду он достал початую бутылку коньяка долю в разовые стаканчики говорит давай пить я взяла и сказала пьем мы с ним че пьем я выпила а он говорит а за что пьем я говорю за день победы он напишу полностью говорит чьи я я говорю конечно наши как может быть извините что я буду спросить как они вас мучили ну смотрите сына моего привели подойти мне к нему не позволили мне сказали что если я не подпишу все в чем меня обвиняют с ним продолжит работать его на тот момент обвинили в том что он взорвал 100 километров железной дороги в решении суда решение суда у меня здесь в донецке на руках по моему сыну в решении суда есть там называется высновки выводы написано цивильных позовов немая гражданских исков нет то есть никто из гражданских ни машинисты никто не увидели отсутствие железной дороги взорванной и материальной шкоды не причинено то есть денежных каких-то проблем а как можно взорвать 100 километров дороги никто не видит что ее взорвали еще и материальный никакой вот скажите пожалуйста это нормально в материалах суда написано что его задержали в 19.00 в 7 часов вечера а в 9 часов вечера того же дня он совершал взрыв то есть настолько вот материалы суда слеплены из придуманы там столько нестыковок что вот но доказать там в Харькове момент правления вот вот этой власти политизированной где отсутствует вообще какое-то правовое поле просто невозможно я ходила с этими документами здесь и в ОБСЕ и в ООН сюда когда-то приезжали из Кореи тоже большая делегация узники совести и целая тут компания была собрана с какими-то там представителями из разных государств я и там показывала и объясняла о том что это не правосудие это не какие-то отношения между людьми это не нормально это просто вот тебя назначили ты виновен почему потому что у нас должно быть пять виноватых никак не по другому это не ну значит они брали вашего сына только чтобы у них есть да против вас потому что у них ничего серьезно против него да он вам не помог делать все эти гуманитарные миссии да он абсолютно политичный человек был на тот момент он ни в чем он никуда со мной не ездил он не собирал какие-то там деньги он ничего не передавал то есть вот так вот это происходило мне все время говорили что малейшее мое неповиновение или я в чем-то не соглашусь вот меня обвиняют вот в этом я должна соглашаться что я в этом давать показания что я виновата иначе снова мой сын окажется здесь когда мне вот его вели и сказали я попросила сына говорю давай так никакого джентльменства вообще никакого нам вдвоем отсюда не выбраться у меня шансов нет никаких если ты будешь на свободе ты поможешь и себе и мне поэтому пожалуйста все в чем обвиняет тебя перекладываем на мои плечи в противном случае нам не выбраться отсюда мы тут сгинем вдвоем а у нас так есть шанс все чтобы потом я ему сказала ну простите это то что я ему дословно сказала танк на балконе мой то есть я в этот момент я объясняла и сбу что то в чем они обвиняют это бред да дальше нет это на балконе танк на девятом даже стоять не может но я сказала танк на балконе мой и уж дальше простите и слона изнасиловала тоже меня что бы ни говорили какой бы бред ненесли во всем виновата только я одна если даже ты что-то делал то только потому что я тебя заставляла в противном случае нам не выбраться собой мы оба здесь сгинем слава богу что сын внял мою просьбу он действительно помог выбраться оттуда и мне развил деятельность достаточно бурную вплоть до того что моим делом заинтересовались даже в германии право в левой партии там в бундестаге подавали понимали даже этот вопрос на каком-то заседании но это я была уже в лагере и хорошо когда ну допросы сколько времени это ведь потому что вы сказали в марте арестовали вас мои еще допросы это видос нет допросы были каждый день каждый день каждый день до октября то октября до каждый день и с утра выводили из камеры там 6 7 утра и приезжала я иногда заполнить из допросов то есть ну спрашивали про каких-то отдельно взятых людей что ты о нем знаешь что он мог сделать против нас что вот вплоть до того что хотим придумать вот задавали другие вопросы в силу того что я работала в милиции предполагалось что я где-то кому-то сливала какую-то информацию вот у тебя в телефоне фотография я бы хорошо ты какой объект ты фотографировала я говорю да какой тут объект цветы деревья ну какой объект мне понравился дуванчик это же не значит что это объект или например я в харькове жила на девятом этаже и лето жарко открыты окна летят вертолеты над домом летят очень низко и гул а я разговариваю по телефону я своей собеседнице говорю произношу фразу вертолеты так низко летают что хоть надо ставить москитные сетки то они скоро в квартиру будут влетать вот вот в этот день меня били говорят ты передаешь информацию передвижение военной техники я говорю когда каким образом вот мне дают прослушать все это что было записано я говорю где я произношу что это военный вертолет где я говорю что он летит из пункта а в пункты б где по поводу военный вертолет можно подумать ты не знаешь какой вертолет военный а какой нет я говорю вас что есть мой диплом из вертолетной школы что я сдавала экзамена откуда я знаю куда он летит может он летит поля герпицидом сбрасывать я говорю о том что он гудит и пошутила что может в квартиру влететь естественно он не может куда он летит откуда какой принадлежности эта машина боевая она нет ли ни о чем ну вот это передача информация о передвижении военной техники это так было инкриминировано и 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